Спасибо за вдохновляющий доклад. Но сразу возникают, как мне кажется, несколько, только два вопроса. Значит, какой тип полупроводника получается? Н или тип ПК? А полупроводник с запрещенной зоной у нас обычный полупроводник. Какого типа полупроводник? Полупроводимость бывает двух типов. В данном случае можно Б-типы. То есть тут может быть только... Ну, может и Н-типа. Это все зависит от того, как приготовить. И должна быть триада. Металл, полупроводник и диэлектрик. А как вы мыслите диэлектрик? Ну, диэлектрик из этого только можно получить. Это вот будет рассказывать мой коллега. Что диэлектрик можно из Б-слоя получить, когда вы крепите их СП-3 атомами. То есть за счет гидрирования? За счет, допустим, давления и температуры, когда вы два слоя сильно друг к другу приблизите, там может быть СП-3 связи образовываться между двумя слоями. Там тогда получится квази-алмазная пленка. Но это будет доклад. Без примесных потом. Без примесных. Вы показываете, на некоторых картинках ваши дырочки терминированы водородом, а на некоторых нет. Они не на некоторых, а терминированы только на одном слое. А на двуслойных они не терминированы, потому что они закрыты. Хорошо. Там водородом. А могут быть дырки, не терминированные водородом на монослое? Они не живут. Не живут. То есть такие дырки... Они сразу на них налипают. Всегда выходят. А если в вакууме? Ну, это очень высокий вакуум. А если в космосе? Ну, в космосе, пожалуйста. То есть вы не можете сказать, будет ли различие между свойствами с водородом и без водорода? Практически. Там есть сдвижка. Нет. Почему не может? Это все считалось. И эксперимент... Нет. Есть некая разница, но основное оставляется. Если есть полупроводник, он полупроводником остается, если вы допируете, допустим, водородом. Нет. Ну, вот у вас там была кривая, появляется плоская зона на уровне ферми. Чем она обусловлена? С одной стороны, вроде бы как оборванными связями. Значит... А с другой стороны, у вас там водород. Нет, нет, нет. Не оборванными. Именно водород. Водороды они сидят, но на этих вот углах образуется там очень сильная плотность. Состояние на этих местах. И даже они магнитные. Это пиплотное состояние. Пиэлектронное. Они могут магнитными быть. И такие, и такие. Спасибо. То есть для треугольных это специальный раздел. Однослойный графен с дырками, с антиточками рассматривался как метаматериал когда-то. Да не когда-то, а сейчас мы просто целые. А вот такая вот штука с треугольными скрученными в нанотрубке. Он будет работать как метаматериал? Лучше? Ну что значит лучше? Все зависит, какие цели вас прислуют следует. Если неактивные, то здесь влияние, допустим, газа меньше будет. И влияние электро, даже под электронным пучком, когда вот они смотрели, дырки в одном слое, они очень реагируют на электронный пучок, даже слабый. Они начинают расти, а дырки с большими, скрепленные, они живут довольно долго. Спасибо.